Конкорд 4х4 И захватывающими для взора обывателя Здесь, пожалуй, будут экземпляры из класса спорт Вот, например, эта машина экипажа из Перми От первого до последнего болтика собрана вручную Ее водитель и владелец Ян Макаров Участвует в соревнованиях всего второй год Но имеет большие планы на развитие внедорожного спорта Пермского края Колеса 39-е У него стоит американский мотор от Chevrolet То есть мощный, ну и живет очень много И вот сюда пригнали на тралли Мы приехали как бы из Перми, получается, как команда Вот, получается, у нас три экипажа Вот, будут представлять Перми Пытаемся создать команду, которая вышла на чемпионат России Чтобы представлять Пермский край Девушкам, что удивительно, на таких соревнованиях тоже место Чаще всего они становятся штурманами Или помощниками штурманов в экипаже Наравне с мужчинами разматывают и таскают лебедки Ну и делают правильные фотографии на точках Что здесь тоже немаловажно Года три уже, как участвую Интересно чем-то себя занять Потому что либо ты просто на диване дома лежишь Либо чем-то занимаешься Большая разница Все уже знакомы Мы все вместе постоянно собираемся И каждый раз ждем это Каждого этапа Каждого сезона Не поверите, но и главный организатор этих соревнований Для сильных духом тоже девушка Валентина Уфимцева, конечно, не без помощи друзей-мужчин из внедорожного клуба Расставляет этапы Специальные точки на местности Добраться до большего количества из них на машине И сделать фотографию на расстоянии вытянутой руки И есть главная суть соревнований На постановку трассы обычно уходит 2-3 выходных полных То есть с пятницы по воскресенье У каждого экипажа будет по 21 точке И в том числе одна временная Первый этап он всегда такой Больше все еще оттаивают Поэтому он не такой большой Может быть по времени То есть в 11 старт, в 5 часов окончания Летом всегда подлиннее этапа Сейчас пока еще прохладно Ну и погода была неизвестная Поэтому вроде бы немножко заказали Но накануне соревнований прошли достаточно сильные ливни Что и усложнило задачу всем участникам Вне зависимости от категории Кто-то умудрился застрять прямо на стартовой поляне Другие были серьезно озадачены первым же этапом Но как участники не старались До точки, которая находилась на березе В самом центре заболоченной поляны Так добраться никому и не удалось Не менее сложными были и другие этапы Где-то приходилось брать точку скоростью и мощностью Где-то упорством и смекалкой На поляну к финишу, как несложно догадаться Вернулись не все экипажи У тех, что возвращались, зачастую не хватало некоторых деталей Ремень на насос Гура Два раза рвало И слетал ремень на насос охлаждения Благо были запасные ремни Подобрали, поставили Есть что-то такое, за что вы скажете Я горжусь сегодня собой Ну то, что до финиша добрались Точки тяжелые И главное, что добрались некоторые Не добрались, некоторые сейчас в данный момент эвакуируют С этих точек Глушители оторвали Так что бывает каждый раз что-нибудь Вот это зеркало отвалилось Так что всегда видишь Ближе к 7 вечера этого непростого Но очень запоминающегося дня Участники узнали свои результаты Первые места в самых массовых категориях Стандарт, спорт и туризм Заняли Николай Бухаринов из Березняков Данил Галкин из Перми Алексей Кузнецов из Александровска Но победа здесь, конечно, совсем не главная К слову, эти соревнования на Пыскарской земле Лишь начало большой гонки внедорожников 2023 Впереди у участников еще пять этапов В Березняках, Перми, Добрянке Елена Джан, Наталья Нуначева, Никита Игнатьев Наши новости Редактор субтитров А.Семкин